йохой мои друзья с вами клауд это я блин какие-то стихи прям получились ладно ребят сегодня у нас будет очередное приключение в стандворксе я думаю что многие по нему соскучились я тоже немножко соскучился и я сегодня решил сплавать посмотреть какие-то подводные развалили здесь вроде как они должны быть и это друзья получается очередная экспедиция надеюсь вам будет интересно также как и мне погнали ребята погода чуть не лед и там какой-то дождь идет я не хочу может и кучу кум поискать это туалет ошибку о можно слушать и давайте сейчас зарандомимся жопку о ребята так мне кажется нормально будет не так холодно только за свет выключить так ребят мы пойдемте к нашему кораблю доки пример находится нас вот здесь и я думал плывем посмотрим классный остров я учусь тогани пухли 100 остров но здесь можно заспавиться беда с очень плохая погода надеюсь нас там ну как вы сами понимаете не сметут возьмем ребят вот такой корабль и мерика он называется главное у него есть подводная лодка а это ребята самое интересное потому что подводной лодкой мы сможем плавать внизу представляете прикидывайте где-то существуют подводные лодки ладно ребят погнали это звуки страны на корабле поплыли отсюда так газ и вот стартуем все хорошо так давайте посмотрим куда нужно плыть поставим автопилот наверное вот такой-то ребята остров смотрите какой-то очень интересный остров на удивление очень круто попробую готовить открытое море и найти какие интересные себе приключения на свою задницу как говорится поэтому максимальная скорость газ пол это у нас получается 63 к в час либо 35 узлов либо а это видимо глубина показ д в клубе надо вот такой ребят корабль смотрите очень прикольные мне нравится так что ребята сажать поудобнее наших спицы начинается я думаю что-нибудь интересным и все-таки принципе найдем слева по курсу я вижу очень интересное перспективное место называется дракония пещера наверное да dragon cave а подожди не дракония dragon caves вот уже как в принципе вот сюда пытаться доплыть поэтому меняем курс немножко левее и потихонечку поплыли вообще ребята есть автопилот можете воспользоваться просто заполнить координаты нам нужно приплыть примерно вот сюда это 180 и минус 22 тысячи 180 дополн было да и минус 22 тысячи автопилот теория мы должны повернуть а кое к чему направо поворачиваться а вот я включил достанешь на эту кнопочку нажать мы все хочу плавил вот навигация ужасать скоро будет ночь пока плавил так хочу не работает то чего минус не идет а идет вот на остров быть осталось примерно 21 километр наверно да и что такое вот число интересно поскольку ребята мы будем менять вами на подводной лодке если что пойдет не так возьмем наверно маску кислороду на всякий случай наверно фонарик а мне он прицепи есть мне нужен выдавать один пинокль начну увидим эти вдруг потеряемся в толстку не найдем вы наверное аптечку тоже возьмем на всякий случай я правильно помню здесь можно даже немножко разжиться и клипами давайте возьмем этот оборот нет для дайвинга тробоскоп и наверное возьмем сварку на всякий случай а еще лучше подводную сварку на всякий случай вдруг что-то пойдет не по план таком мы уже приплыли если я правильно понимаю потому что катер затормаживается давайте проверим да ребята мы прямо здесь отключаем автопилот были гасим всю скорость минимум мотор судя по всем будем на это ночью друзья давай сейчас проверим там ли мы находимся абсолютно там значит что включим какое-то освещение на палубе пускай будет потому что нифига будет не видно сам ребята здесь прикольное в том что мы это что как я буду управлять помощью вот такой штуки ремонт-контрол то есть дистанционно тут написано что нужен канал третий нам с вами давайте это сделаем ведь канал зажимаем и опускаем лебедки давайте полна троечку так даже сами помните коллекса отличненько так ну и отключаем собственно говоря вот эти вот нижние штуки я под не помню какой клавиш по моему 1 да все погнали наверх поднимаем это не верх вот это вверх по-моему аккуратненько у нас тут приключение что-то ребят сломался кран вот о пошел пошел давай 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 все кайф на ребенку ныряем это будет круто наверное ну возможно там ничего не будет видно но посмотрим ребята вдруг будет что-то видно но ребят приключение достаточно будет интересно мне кажется потому что найти что происходит офигеть так опускаем нашу субмаринку маленькую все готово подходим вперед пилать клавишу 2 опускаем ее вниз где все будет хорошо максимально чтобы лебедки типа висли так до конца что опустилась все готово выбираем ремонт контрол мы давайте принципе вниз садится нифига не видно вообще-то дикое освещение закрываем свой люк кайф ребят на что хватит по свое управление она же сами отцепиться это клавиша 3 давайте посмотрим вот так все дело выглядит ночью очень круто нажимаем троечку отцепляется ребятка отличненько хотя задний ход что случилось что случилось врубаем освещение передние врубаем боковые двигатели на всякий случай добавляем немножко глубины давайте посмотрим здесь на глубина вот наша глубина насколько давайте добавим давайте минус 14 пускай опустимся опускаем пониже наш луч смерти как говорится от наше освещение так что перед собой хотя бы как цветила можно выбить эту карту давайте посмотрим где на включает судя по всему должна врубаться вот это нужно сейчас очень любить все системы вообще не работать на адекватно нормально все хорошо нас и себя так а то который мы можем кстати зумить давайте так сделаем что было удобно мы находимся примерно вот в этом месте давайте попробуем нырнете глубже в господь мне как класс смотрится офигенно вот эта графика да мне кажется нужно еще немножко замернуть давайте где не 25 метров давайте промпорт чуть-чуть вперед что нифига не понятно ночью если что подождем промотаем время наверное как-нибудь тут какой-то смысл обрыв даже офигеть ой там прям капитальный обрыв капец ребята здесь глубина я уже достиг глубины 161 метр судя по всему это 708 метров и мы опускаемся но дна до сих пор нету они подождите безумие снег на сахар о ребят на те что-то нашел что такое смотрите какой-то кристалл офигеть я принципе могу выйти в теории но я просто боюсь что мы не ткачаем потом воду мне кажется не ткачаем оттуда что кнопки откачки воды здесь по-моему нет в принципе либо нази откачивается как-то автоматически давайте посмотрим что будет нас заливает 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 закрываем от качества творческий нет как думаете непонятно да слушайте у меня оборудование дайвинг и давайте попробуем выйти все-таки немножко из этой штуки подводки теории теории все будет хорошо но это не точнее поставить из нее не могу вот я из нее вышел закрываем на секретую штуку давайте вернем стробоскоп какой-то подождите че-то я вверх учета плыву даже дайте мне вниз плыть так мне стробоскоп давайте попробуем кинуть его что такое а вот он мигает стробоскоп и вот эта штука смотрите что это такое не знаю а мне же фонарик на подводной работы да да какой-то кристалл смотрите ты пасхалка наверно разработчиков фиг его знает тут прям многое всего интересного кислорода у меня принципе дофига проблем с этим детства но мне кажется кроме этого должно быть тоже что-то любопытное вот такая пятна слотка смотрите с внешней стороны и кота уперлись вперед вот зуб дракона какой-то здесь ну типа того называется даган каверн я знаешь такое деблю называть нашел кстати давайте попробуем залезть обратно не знаю сколько это вообще реально закрываем люк будет и откачиваться здесь вода потому что здесь вода явно есть я чувствую вот вот видите вот полоса воды но что-то мне кажется мне откачивается по всему то что кислорода не добавляется тем временем друзья у нас большие проблемы потому что я вот так вот застрял у меня видимо кабины очень сильно заполненных водой видите вот такая сам верху не заполнены и в системы откачки в этой лодке почему-то нету как-то странно сделано по логике даже быть системы откачки я бы даже сделал ее автоматической уж это лодки просто как выйти но нельзя вас просто банально затопит это не очень круто попробуем максимально подняться наверх я откручу эту штуку высоту наши в наше погружение в ноль возможно и как-то поможет возможно никак потому что мы до сих пор висим увидите что происходит нас кабина перевешивает на что очень много воды и всплыть ним как не можем давать вам задний ход сделать муж как ты поможет что-то ребят не очень помогает не идет по плану были лада давайте там хотя бы как-то спасаться этого корабля там еще потому что я хьюст у нас проблемы с еще очень серьезные нужно туда выплыл а где мой фонарик ну нашел открепит короче но утонула в эти лодки получается так вот нельзя не стоит наделать давайте посмотрим почти нашу какую-то пещеру смотрите я внутри пещеры где ребята много вот таких вот кристаллов вот это какие-то зубы дракона видимо да это типа-то какая-то пасть тут вам надо плохо видно но но мы ребят что им придумаем у ребят я нашел какой-то ящик смотрите сокровище нашел вот он пищей дракона вот этого да есть сокровище 6500 баксов нашел ничего себе вы ребята конечно вам тут нифига не видно мне принципе тоже особо не видно но вот такая ребят пещера в этом месте в принципе можно сейчас приплеить только днем возможно будет лучше но у нас данные какие-то проблемы но ребята мы сами находимся в кастом гейм поэтому никаких проблем нету можем позаплыть еще раз куда-нибудь какие-то ребята лодка вернулась погоду принципе тоже можно поменять и время тоже можно воде как промотать в целом Пока, ребят, внуем, я немножко изучаю нашу подводную лодку. Кстати, можно вот эту фигню выкинуть. Без бога, какая клавиша выкидывает. На Г. А, по-моему, вот эта клавиша. Да, вот выкидывается. А у нас одна дверька закрыта. Вот локит написано. Не знаю, почему она закрыта. Хотя есть каюта ведь. Что я заметил? Люк есть, смотрите. Мы сходим посмотрим что-то внизу. О-о-о! Вот наши моторы, кстати, смотрите. Ах, это провалилось текстурку. Мое снаряжение. Вот наш мотор сзади. И он стоит, да? Давайте посмотрим, какой он. Людя по всему, это обычные моторы. Мы работаем на какой-то электротяге через коробки передач. Смотрите. Что-то в этом роде. Офигеть. Столько всяких систем управления, кстати, внизу. Закрываем наш люк. Но проблема в том, что я хочу вперед попасть. Я не могу. А как открыть эту штуку? Как думаете? В принципе, друзья, у меня есть идея как-то попасть. Но, возможно, это находится на носу. Да, вот люк. Теория. А, это не только другой люк. Это люк для ребёнок, ребят. Это не тот люк. Но в теории мы сможем с текстурки полететь посмотреть. Давайте посмотрим. Мы ещё куда-то доплыли. Да, ребят, впереди по курсу очередная штука. Называется Bell Rocks. Ну что, ребят, попытка номер два. Замернуть. Надеюсь, ребят, у нас всё получится. Но это не точно. Плата, конечно, море волнуется, поэтому немножко шатается. Всё. Но я думаю, что у нас получится. Всё хорошо будет. Экстремально, конечно, здесь дело пускать. Смотрите, просто дичь какая-то. Давай всё-таки волны вырубим. А то у нас будут большие проблемы с этим. Опускаем теперь ту штуку вниз. И будем нырять. Я думаю, теперь будет нормально. Будет хотя бы видно нормально. А то там ночью ныряли вообще нифига не видно. Конечно, очень атмосферно, но нифига не видно при этом. Так, ну всё, я готов, в принципе. Там набор для дайвинга, если что, есть. Эвакуироваться можно будет. Врубаем сразу систему. Садимся. Сразу отключаем магниты. Понижаем у нас глубину до 6. Врубаем side motors. Отличненько. В любом случае освещения. Понижаем освещение до 20-30 вниз, чтобы светило. Давайте посмотрим, там или мы находимся. Я вот не уверен. А вот видите, ребят, что он происходит? Там какая-то скала. Тогда понижаем ещё глубину. Офигеть. Так. Вот такие, ребят, скалы. Вон там что-то я вижу, что такое есть. Что-то там разбитое или что-то надо этого повернуть. Вот такие, ребят, скалы. Снизу я вижу уже сундук, судя по всему, да? Надо будет его забрать. Так, проблема в том, что если я сразу выйду, я сразу затоплю лодку. В этом-то главная проблема. Просто какие-то цветы оказались, какие-то кораллы. Вон там ведь ещё один сундук есть, оказывается. И это мы с вами находимся на 43 метра. Давайте немножко пониже. Метров, наверное, до 60 здесь опустимся. Для удобства. Ну и поплыли вперёд. На самом деле проблема в том, что здесь под собой ничего не видно. И видно только сбоку слева-справа. И это реально мешает, на самом деле. Поэтому у отрительца гораздо удобнее это всё дело делать. Видите, там походу ящик какой-то валяется. Ну какой-то, мы знаем какой. Ящик с сокровищами. Ну вот такая ещё одна локация подводная. Просто скалы. Написано Белл Рокст. Может быть скалы в виде колокола такие здесь выпуклые, да? Такие получаются. Да, друзья, слева это точно сундучок. И справа, видимо, тоже. Давайте немножко попробуем вперёд проплыть. Посмотрим, может быть какие-то тайные пещеры тут. Как его знает. Ну от первой лица прям сложновато плавать. Не самая лучшая обзорность подводной лодки, но прикольная. В принципе подводная лодка мне нравится. Но это в принципе всё. Ну давайте потом обратно поехать на борт. Мне интересно вообще реально, нереально зацепиться обратно. Давайте в ноль поднимаемся. Где наша лодка? Наша лодка слева. Ух, наш прям... Передом колбасе. Так, выравниваемся. Пытаемся доплыть до нашей лодки. Интересно, как думаете, смогу я обратно забраться или не смогу? У меня это любопытно, получится или нет? Надо главное зацепиться правильно. Так, стоп. Нам нужно эти штуки поднять. Пробуем ремонт контрол. Это двоечка, наверное. Ага, поднимаем на двоечки эти штуки. Ну что, ребят, попробуем подплыть. Сколько ты реально не знаешь? Так. Зацепится? Как думаете? Ну почти зацепилась. Нам нужно просто ремонт контролом с вами немножко не сопустить. Не цепляется. Слушайте, возможно нужно, знаете, что сделать? Просто включить систему on-off. Мы сейчас в теории зацепимся. Подъезжаем поближе. Да. Все, ребята, выключаем подводную лодку. Пытаемся вылезти отсюда. Надеюсь, получится. Оп. Но это очень сложно сделать, на самом деле. Кажется, что легко. Воу. Давайте попробуем вверх забраться с помощью вот такой штуки. Закроем люк и подниматься будем вот так. Просто будет очень прикольно, мне кажется, интересно. Поднимаем сами себя. Грубаем, поднимаем. Поехали. С тойной лодки поднимаемся. Очень круто. Надо максимально подняться. У нас проблема в том, что лодка почему-то работает. Не знаю почему, но она работает. Лодка, видите, работает. Надо идти вам что-то отключить в нее, потому что какие-то проблемы. Так. Максимально до конца опустимся, я буду опускать ребетку. Так. Отпускаем ребетку. Хорошо. А вопрос, залочилось ли или нет? Потому что почему-то... Оп. Залочилось. Все. Слава тебе, Господи. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Продолжение следует...